Подвесной мост через Москварику в Каринском самый длинный пешеходный мост в Московской области. Его протяженность почти 100 метров. Только вот даже у самых смелых во время его перехода замирает сердце. Сетка с двух сторон исчезла, гвозди прыгают от любого шороха, доски выскакивают, а в некоторых местах их нет вовсе. Активисты молодежного парламента приехали на место с инспекцией. Жень, ну вот расскажи, как ты считаешь, в таком состоянии мост должен находиться или нет? Я считаю, что это ужасное состояние, потому что даже я боюсь по нему идти. А как я заметил, эксплуатация моста осуществляется множество количества людей и все ходят на ту сторону. Доски уже гнилые, требуют перекладку моста. В обязательном порядке укрепить вот эти вот все вещи, которые так вот болтаются. Переложить мост, ну и обязательно покрасить. Местные жители подчеркивают, если доски перекладывались несколько лет назад, то полноценного ремонта вообще не было. По их словам, этот мост для ежедневного перехода опасен, но объезжать вокруг 24 километра, чтобы оказаться на другом берегу и в другом поселении, не хочет никто. Местным жителям мост просто необходим. Раньше вот Никольскому относится, да, вот это поселение. Раньше вроде бы Никольское меняло. А сейчас как-то получилось, они между собой, видно, не определились. И ни Ершова, ни Никольское никто не меняет. Доски, ну это безобразие. Я говорю, я вот в школу 63-го года по этому мосту хожу. И кроме только благодарности никогда не было. Люди всегда... Потому что единственная соединительная артерия. До Звенигорода вот этот мост. После рабочей поездки члены молодежного парламента собираются написать письмо главе района с просьбой о помощи. Мост в Каренском – настоящая достопримечательность. Он не раз мелькал в известных русских фильмах «Дети понедельника», «Петербургские тайны». Что ждет легенду Подмосковья дальше, покажет время. Дарья Сутягина, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».